Всем привет, ребят! Сейчас мы с вами будем закрывать перец лечо на зиму по очень простому и быстрому рецепту, для которого нам понадобится 4 литра томатного сока. У меня перекрученный на мясорубке с семечкой, то есть полностью весь помидор перекрученный семечкой. Можно использовать чистый томатный сок без семечки, как вам будет удобнее и вкуснее. Я люблю семечко именно в лечо, потому что так он более насыщенный вкус. Ну, мне так кажется. Перец буду использовать красный и желтый. Еще было бы хорошо добавить зеленый для красоты, но зеленого на рынке в этот раз не было, поэтому я буду использовать только красный и желтый. Перца нам нужно столько, сколько войдет в томат. Я буду пользоваться вот такой большой 15-литровой кастрюлей. То есть я буду в нее, сейчас налью этот весь томат, и он когда закипит, буду вкладывать перец и лук, столько, сколько войдет в томат. То есть рецепт такой ненормированный, но он всегда получается очень вкусный, так что не бойтесь ложить перца и лука столько, сколько вам захочется. Ну, то есть захочется. Я лука положу где-то третью часть от перца. Лук очень вкусный в этом, ну, в этом лечо, поэтому не бойтесь ложить лук, будет очень вкусно. То есть нужно нам полстакана уксуса 9% стакан подсолнечного масла, 4 столовых ложки соли и 2 стакана сахара. Постоянно у людей нет граненых стаканов в доме, то есть 250-граммовых. Можно просто насыпать пол-литровую баночку. Закручивать такой перец я буду в маленькие пол-литровые баночки и в литровые. То есть все, которые остались в доме, так как уже консервация подходит к концу, и будем использовать то, что есть. Ну, пол-литровой, конечно, мало, но ничего, литровых просто уже много нету. Но что получится, то получится. На такое количество томата уйдет около 6-ти килограмм перца с луком. То есть я возьму 2 килограмма лука и 4 килограмма перца. Это примерно, я не знаю, хотя я купил 7 килограмм перца. Вот такого красивого. Ну, приступим. Сейчас мы порежем вот этот перец, и это будет сделано очень быстро. Вот столько перца у нас получилось. Мы его нарезали очень быстро, а сейчас нам нужно нарезать вот этот лук. Будем резать 2 килограмма, я уже говорил, здесь 4 килограмма перца. Примерно на глаз ничего не взвешивали, потому что рецепт, сколько вместится в 4 литра томата. Ну, пока мы будем резать лук, мы поставим томат на конфорку уже, чтобы он грелся, потому что порежем лук, и все будем вносить уже в томат. Это очень быстрый салат. 20 минут покипит, добавляем уксус, и закатываем, раскладываем по банкам, и все готово. Ну, а сейчас приступим и нарежем вот этот лук. Вот, лук готов. Пока мы его резали, мы залили томат в кастрюлю. Я использую 15-литровую кастрюльку, потому что перца уходит очень много, и нужен объем. Ну, пока томат закипел уже, мы сейчас добавим все ингредиенты, соль, сахар и подсолнечное масло, и будем засыпать весь перчик с лучком. Наш томатик начинает потихонечку кипеть, и мы вносим все ингредиенты. 4 столовых ложки соли, 2 стакана сахара, и 1 стакан подсолнечного масла. Можете использовать по вкусу, ну, то есть, как вам хочется. Можно добавлять домашнее, жареное, можно магазинное, рафинированное. Я добавил рафинированное, чтобы именно масло подсолнечное не откиняло вкус перца. Ну, и будем сейчас уже засыпать перчик и лучок. Когда он закипит, с момента закипания, варим 15 минут, можно 20, на ваше усмотрение, чтобы вы не переживали. И заливаем уксус, и перемешиваем. Минутку кипит с уксусом, и начинаем раскладывать по баночкам, и закатывать. А баночки нужно простерилизовать. Сейчас мы добавим перчик, а пока оно будет вариться, мы простерилизуем баночки. Субтитры создавал DimaTorzok. Мы нарезали перца ровно столько, сколько нужно. Перца и лука. Перец и лук вы можете резать такими ломтиками, какими вам захочется. Я люблю, когда и перец, и лук крупными кусочками, поэтому у меня нарезаны именно так. Ну, а пока перец будет закипать, мы сейчас пропарим баночки. Будем делать это кипятком. Просто поналиваю в баночки кипяток, закрою крышками, и так они простоят минут 5, может 10, ну, а скорее всего, до того момента, пока сварится перец. Ну, приступим к баночкам. Ну, а пока наш перчик пытается вместиться в кастрюлю, ему осталось совсем немного. То есть, томат греется, мы стоим на медленном огне, и он скоро уже опустится, и будет даже немножко неполная кастрюлька. То есть, вот так это пока выглядит сейчас. Как вы слышите, у меня закипает чайник, и сейчас я позаливаю баночки водой, вот так, немножко, для того, чтобы они пропарились, и были как бы стерилизованы немножко, потому что мы будем сразу потом сливать, и засыпать туда перчик, и закатывать. Приготовил уксус, полстакана, на 4 литра томата, ну, рецепт оставлю в описании под этим видео. Ну, подождем. Все, перчик уже сел, то есть, он немножко пропассировался, и уже он весь вместился в томатик. Томата 4 литра, это 15-литровая кастрюля, вот сколько у нас получится лечо, то есть, здесь примерно 4 килограмма перца, 2 килограмма лука, и 4 литра томата. Ну, скорее всего, немножко, может, даже больше или перца, или лука, в общем, я ничего не взвешивал, наложил полную кастрюлю, ну, здесь же еще и сахар, и соль, и подсолнечное масло, это тоже занимает место. Уже очень пахнет в квартире, баночки мои стерилизуются, вот как я и говорил, поналивал водички в каждую баночку, они так постоят до того момента, как я начну закатывать перчик, ну, а пока парятся баночки, и через 20 минут начну накладывать в баночки. Ну, пока это время пройдет, я успею подготовить синие для второй порции. Вот у меня еще есть 4 литра томата, и я точно по этому же рецепту, то есть сахар, соль, уксус, томат закрою в синенькие, порежу их на небольшие кусочки, то есть и вдоль, и вот так на кусочки, маленькими вот такими кусочками, и по тому же, по этому же рецепту закрою в синенькие, также с луком, это тоже очень вкусно, вместе с синеньким с перцем я закрывать не пробовал, но по отдельности это очень вкусно, То есть, вот будет примерно такое же количество синеньких, но в конце я вам это все покажу. Все, ребятки, прошло 20 минут. Лечо готово. Перчик с луком размягчились. Уже можно начинать закатывать баночки. Но перед тем, как мы это начнем, нужно не забыть влить уксус. Влить уксус и подождать минутку, ну может две. Сейчас добавим газ, так как он у нас прикручен, потому что, чтобы перец не вылазил из кастрюли. В общем, добавим, чтобы с уксусом оно немножко кипнуло. Ну, я вам еще раз повторюсь, понадобится не больше одной минутки. Ну и начнем сейчас катать. Все, очень красиво и очень-очень вкусно. Уже сейчас пробую, это очень вкусно, ребят. Я вам говорю правду. Все, ребят. Наконец-то дозакатывал все баночки. Получилось 12 литров ровно. Ушло полностью все. То есть, вот кастрюлька пустая. Сейчас помою ее. Да, можно, конечно, и не мыть. И начну закрывать синенькие. То есть, точно по этому рецепту я уже говорил. Но это я уже снимать не буду, потому что рецепт не меняется. Просто вместо перца положу, ну то есть, баклажаны. Этот лечо очень хорошо подходит к любым вторым блюдам зимой. То есть, и к картошечке толченой, и к жареной очень вкусно. И к макарошкам, и к кашкам любым. Это очень прекрасный гарнир к любому второму блюду. Да его и можно просто так есть с хлебом. За уши не оттянешь. Очень вкусный. Вы можете, вот получилось, немножко не доложил одну баночку. Но ничего, все ушло в зиму. Можете попробовать, если, ну то есть, чтобы не рисковать, например, вам рецепт не понравится, вы можете просто попробовать на 1 литр томата. Все, все ингредиенты делите на 4 и пробуйте. Помидоры, ой, то есть, перца ложьте ровно столько, сколько возьмет томат. Не бойтесь наложить с горкой, он когда немножко уварится, он весь идет томат. Лечо получилось очень густое, очень вкусное и очень классное. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока!